Я являюсь генеральным директором маркетингового агентства Том Фуэр. Номер один для системного маркетинга для производителей и дизайнеров одежды. Автор двух книг по маркетингу, о них мы сегодня тоже будем говорить. И я веду тренинг на примере производительной одежды о том, как увеличивать продажи вашей компании через настройку системного маркетинга. Давайте с вами немножко познакомимся. Поднимите, пожалуйста, руку, кто здесь из Москвы. Так, большая часть зала. Кто приехал к нам из регионов России? Так, у вас чуть меньше. И поднимите руку, кто из стран СНГ. Отлично, все россияне. Прекрасно. Говорить мы сегодня будем о том, как же сделать грамотно сайт, для того, чтобы он продавал и приносил вам клиентов и деньги. Естественно, будут показаны и примеры, и разобраны, как и заявлено в теме, шесть законов продающего сайта. Для того, чтобы моя речь для вас была, так сказать, понятна и концептуальна, давайте начнем с определения маркетинга. Маркетинг, в принципе, это все то, что отвечает за сбыт продукции вашей компании. Он состоит из комплекса маркетинга СНП, который вы видите на рисунке. Не будем на этом очень сильно задерживаться. Перейдем к уровням работы с клиентами в маркетинге. Существует три уровня работы с клиентами в рамках работы по сбыт вашей продукции. Это привлечение клиентов, это обслуживание клиентов, это удержание и возврат клиентов. Все меняется, если на эту схему посмотреть чуть по-другому. Если мы будем говорить о этих уровнях клиентов в чуть другом формате, в формате системного маркетинга. Лидогенерация – это процесс привлечения клиентов в ваш бизнес. То есть это все эти деньги, которые вы тратите на маркетинг и рекламу, и которые направлены на привлечение нового потока в ваш бизнес. Здесь, естественно, применяется больше сорока инструментов маркетинга современных, которые за это отвечают. Дальше клиент, которого вы привлекли в свою компанию, переходит на уровень обслуживания вашего бизнеса. То есть смейте с отделом продаж. Ваши маркетологи, ваш отдел продаж начинают работать с вашим клиентом. После того, как клиента обслужили, ваша задача – его не потерять и удержать вернуть свой бизнес. Ну и в том числе сделать так, чтобы ваши клиенты привели к вам новых клиентов, и вы все прекрасно знаете про действие инструмента сарафанный маркетинг. Вся эта система имеет место быть, если в вашей компании есть позиционирование. Вот очень сложно всегда работать в бизнесах, если вы не понимаете, кто вы, что вы, в какой конкурентной среде вы работаете, какова концепция работы вашего бизнеса, потому что чаще всего это приводит к тому, что компания начинает что-то пробовать, тестировать, вкладывает какие-то деньги, может быть, шьют новый ассортимент продукции, и при этом не делают под этого соответствующим маркетинг. И получается, что товар ложится на склад, и получается в итоге, что компания начинает тратить дополнительные деньги. Вот если вы сработали на уровне удержания возврата клиентов грамотно и вернули клиента в ваш бизнес, то ваш клиент начинает ходить по кругу. Ну, соответственно, понятно, что по дороге кто-то отвалится, и у вас образуется такая небольшая воронка из клиентов вашей компании. Но мы все-таки надеемся и делаем все для того, чтобы ваши действующие клиенты были лояльны к вам, увеличивали свои средние чеки через маркетинг и приводили, как я уже говорила, своих друзей и знакомых. Вот место продающего сайта в данном разрезе как раз-таки здесь. Он находится в блоке инструментов, отвечающих за привлечение клиентов в ваш бизнес. Я думаю, что ни для кого из вас не секрет, что сейчас все больше и больше продаж происходит онлайн. И что все больше и больше людей переходит в интернет-пространство. Мы видим это в цифрах, которые об этом говорят, и свидетельствуют. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть сайт. Поднимайте выше, не стесняйтесь. Поднимите руку, у кого сайта нет. Так, ну практически 50 на 50. А теперь поднимите руку, кто считает, что его сайт работает круто и переносит ему действительно деньги, и все вложенные в него инвестиции ему возвращаются. Никто. Отлично. Давайте тогда будем разбираться, как сделать ваш сайт продающим. Надеюсь, что после мастер-класса вы сделаете для себя какие-то пометки и идете с готовым чек-листом по тому, что же вы будете делать, скажем так, завтра. Давайте посмотрим. Вот все, наверное, помнят, когда-то были вот такие большие, тяжелые сайты с фонами синими, с картинками, огромным количеством шрифтов. Я понимаю, что он англоязычный, но в русскоязычном пространстве интернета заняло очень много времени почему-то подобрать непродающий сайт. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что непродающий сайт – это сайт, который морально устарел, или сайт, на котором плохая структура, или сайт, на котором низкий уровень юзабилити, то есть удобства для пользователя. Это может быть сайт с тяжелым, таким грузным фоном, на котором потребитель не может спокойно воспринимать информацию и заниматься удовлетворением той потребности, которую он пришел решить на ваш ресурс. Что происходит с нашими клиентами, которые обращаются к нам в агентство? На самом деле, система работы с сайтами, она большая и тяжелая. И я действительно низко преклоняюсь перед теми фрилансерами, которые за 30 тысяч делают сайты, а потом на каждом мастер-классе, когда я спрашиваю, у кого крутой сайт, нет ни одной руки. На самом деле, процесс работы с сайта, сейчас мы в 6 шагов разберем, что он в себя включает, чтобы вы могли контролировать своих фрилансов. Ну вот, то, что было с нашими клиентами, например, один из экспонентов этой выставки, Линджерев, шоу-форум, российский производитель одежды и значка, бренд одежды для дома отдыха и сан, и сна, бренд комфорт. Он стоит вот там, по задней линии, вы можете к ним подойти и пообщаться. Вот, в принципе, они когда-то находились в своем регионе. У них достаточно огромная фабрика, они работали на госзаказах. И случился один прекрасный момент так, что, несмотря на их переоснащенную и насыщенную хрустным оборудованием предприятие, оно осталось, да, вот оно стоит, и оно никому не нужно. Ну, то есть, на нем нет заказов. И в тот замечательный момент нам удалось с ними где-то встретиться, на какой-то выставке познакомиться. Мы запустили сайт, в принципе, и начали с ними вместе участвовать в выставках. Ну, и по большому счету, сейчас у компании нет проблем с простоями в производстве. Вы можете подойти и у них об этом узнать. Еще одни наши клиенты, которые шьют, например, корпоративную одежду на заказ. Точно так же они ищут своих клиентов через интернет. Для того, чтобы понять, насколько вы, может быть, проходите мимо своей целевой аудитории, вы можете зайти в Яндекс, набрать wordstat.ru, и на ресурсе wordstat.yarnix.ru поставить запрос по вашему товару. Например, это может быть нижнее белье оптом, или это может быть одежда для дома оптом, или это может быть костюм для женщин оптом, или в рознике, если вы торгуете. И посмотреть, сколько тысяч людей в месяц проходит мимо вас, потому что у вас нет сайта, или ваш сайт недостаточно хорош для того, чтобы обслуживать тот трафик, который на него попадает. Но еще очень много наших клиентов, с которыми мы работали, или работаем сейчас по запуску их интернет-ресурсов, которые, в принципе, им приносят результаты. Результаты приносят, конечно же, в деньгах. По работе такого инструмента, как продающий сайт, и так же, как и по любому другому инструменту маркетинга, можно легко построить воронок продаж, и посмотреть, сколько денег вы вложили, сколько людей к вам пришло, сколько людей откликнулось на ваше обращение, сколько людей совершило заказ, сколько из них оплатило этот заказ, и сколько, ну, соответственно, сколько они принесли вам денег, каков средний чек, и каково количество возвратов ваших клиентов, соответственно, к вам. И таких кейсов можно очень много рассказывать. Это смоленская компания «Либи Фрау», они тоже шутят одежды для дома, отдыха и сна, если мы говорим о в разрезе этой выставке. Это компании, которые занимаются различного рода услугами. Тот же «Велестекстиль», который бренд «Комфорт» и «Значик», они также шьют спецодежды по госконтракту на заказ. Они участвовали в выставке «Армия», и мы им делали специальный одностраничник, велестекст.ру, вы можете его найти спокойно в интернете, который, в принципе, закрывал конечную целевую аудиторию на конечную посадочную страницу. Что же такое продающие сайты? На самом деле, наверное, мы пойдем по порядку. Продающий сайт – это тот сайт, который имеет грамотную структуру, тот сайт, который имеет хорошо читающееся и понимаемый, который пишется без ошибок, доменное имя. Продающий сайт – это сайт, который имеет высокий уровень юзабилити, то есть удобство пользователя на вашем ресурсе перемещения со страницы на страницу и быстрый поиск той информации, которую он хочет найти. Продающий сайт, в том числе, – это сайт на правильном движке. Мы часто сталкиваемся с тем, что компании выбирают или им предлагают их подрядчики использование неких самописных движков, то есть платформ для разработки сайтов. Потом, когда компания хочет, например, сменить подрядчика, потому что, по ходу, пьеса подрядчик начинает просить все больше и больше денег, оказывается, что с этой платформой никто больше не работает. Поэтому, когда вы выбираете платформу для сайта, будьте внимательны. И об этом мы дальше тоже чуть-чуть поговорим. Продающий сайт – это сайт, на котором грамотный, уникальный, оптимизированный контент. Ну и, конечно же, продающий сайт – это сайт, на котором есть большое количество продающих триггеров. И вот об этом мы сейчас обо всем будем подробно разговаривать. Я думаю, что многие из вас слышали о том, что есть сайты-одностраничники. Хотелось бы сразу развить некие сомнения, ответить на какие-то вопросы, которые возникают у моих клиентов и у моих учеников, которые приходят к нам на тренинг. Соответственно, что лучше выбрать – продающий сайт или посадочную страницу? Все зависит от того, какие задачи вы хотите решать. Если мы говорим о том, что вы хотите существовать на рынке очень долго, у вас большой каталог продукции, у вас, так сказать, постоянный цикл производства, у вас там две или четыре коллекции одежды, белья или еще чего-то в год, или просто другого товара, с которым вы работаете. У вас есть определенная история, которую вы копите, у вас есть определенные условия сотрудничества, которые вы хотите расписать, у вас есть и опт, допустим, и розница, то, конечно, лучше делать сайт многостраничный и именно продающий. Если мы говорим, что вам нужно закрыть какую-то конечную категорию товаров на продажу или какую-то конкретную услугу на продажу, например, пошип на заказ или нижнее белье оптом, и мы не будем углубляться в весь глубокий ассортимент, а будем закрывать клиента на контакты, дальше высылать ему каталог и работать с ним вот в таком направлении. То есть все зависит от того, как вы хотите построить бизнес-процесс вашей компании. Так вот, если мы говорим, что мы закрываем конкретную категорию товаров или конкретную услугу, или какое-то конкретное направление деятельности вашей компании, то тогда, конечно, это будет сайт-одностраничник. Безусловно, конверсия одностраничника в разы выше, чем у продающего сайта. И это очень просто объяснить. Ну вот здесь вы видите картинки как раз-таки вели-секстиль, бренд-комфорт, о которых я говорила выше, моих клиентов и учеников. Слева их основной сайт-продающий, который заточен на продажу и демонстрацию одежды для дома отдыха и сна под брендом комфорт. И вторая страница справа, одностраничник, про который я говорила тоже выше, который они готовили, мы с ними вместе готовили под выставку «Армия-2016». И мы прекрасно понимаем, что этот одностраничник закрывает конкретную целевую аудиторию на их контакты. И мы прекрасно понимаем, что если бы они на выставку «Армия» поехали с сайтом, на котором девушки в домашнем белье, на главной странице, то, наверное, министерство или ВТК-группы нас не очень бы поняли. Или даже если бы мы сделали на бренде «Комфортный 7» внутри страницу, под пошив военной формы, наверное, тоже бы не прокатило. И было бы немножко глупо и профессионально. Поэтому нам пришлось разделить потоки и сделать и одностраничник отдельно, и продающий сайт. При этом хочу обратить ваше внимание, что если вы грамотно подходите к обработке вашего трафика, то внутри вашего сайта, так же, как и «Комфорт» на основном сайте, например, на странице сотрудничества или пошив на заказ именно домашней одежды, их внутренние страницы также представлены как одностраничники. То есть они имеют определенную логическую структуру. Я уже говорила, что я автор двух книг. Одна из них сегодня будет презентована, она будет в продаже, сможете ее купить. И вот там подробно расписано о том, как делать грамотно одностраничники, если для вас это актуально, и о том, как выстраивать системный маркетинг в компании. Поговорили о том, чем отличаются продающие сайты от одностраничников, и давайте перейдем к тем законам, которые объявлены в теме мастер-класса. Закон 1 – это простое и запоминающееся доменное имя сайта. И еще один нюанс здесь – доменное имя должно безошибочно писаться на слух. Ну вот посмотрите, пожалуйста, например, я специально вчера для вас повытаскивала из интернета по запросу, по-моему, «Нижнее белье оптом». Сайт первый, доменное имя – «белье оптом.ру». Казалось бы, ну, что здесь писать? А попробуйте закрыть глаза, взять ручку или продиктовать другу по телефону или своим сотрудникам. Пусть они напишут слово «белье» без ошибок. Уверяю вас, наверное, практически никто не напишет вот так, как написано в доменном имени. Что это значит? Что клиенты, которым вы диктуете, например, сайт на слух, будут вас не находить, допустим, в интернете, если вы, ну, может быть, не проиндексированы или у вас есть конкуренты. Вот с «Комфорт 0.7» и с «Велес Текстиль» в принципе была такая же ситуация, когда я с ними начала работать. И доменное имя было «Велекс через W», «Велекс Текстайл через КС», не через «Х», как обычно пишут «Текстиль», а через «К» и «С» как «Доллар». И самое страшное было, что их конкуренты, которые тоже являются швейной фабрикой в Москве, имели доменное имя правильное через «В», как галочку, «Велекс Текстайл». Что это значит? Что те, кто искали фабрику в Нальчике, с большей вероятностью 95% попадали на сайт своих конкурентов. То есть проверяйте внимательно доменное имя, когда вы его назначаете себе. Не является ли оно доменным именем ваших конкурентов? Не созвучно ли оно с ними? Не попадет ли человек, если допустит ошибку, не на ваш сайт? Дальше. Ну, вот это вот любимое слово «пижама», да, которое тоже практически невозможно написать без ошибок. Ищите аналоги. Когда я работала с одной из компаний, они занимаются продажей складных ножей, когда я еще была широкопрофильным маркетологом. Слово «нож» практически тоже, да, и складной нож невозможно написать без ошибок. Мы придумали другой выход. Мы назвали сайт «Клинок77». Слово «клинок» — это аналог ножа, да, его невозможно написать с ошибками, потому что там все буквы четко читаются и сишутся. «77» обозначил рейтинг региона, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что все складки, шоколадные домины и имена уже заняты. Ну, вот промежуточные названия, да, по сложности. «azlat.ru» — ну, вроде бы написать можно без ошибок на слух, но само доменное имя, да, соответствует бренду. Оно не очень простое в произношении и запоминании. Ну, высокий процент вероятности того, что люди не запомнят это вот прям сразу. И обратите внимание на выделенные домины имена «lorma.ru» и «noski37.ru». Вот почему бы не назвать свой сайт так. Пусть это будут просто носки, обозначающие 37-й Ивановский регион, ну, ничего страшного, пусть будет так. У бренда «Комфорт», между прочим, сайт «comfort07.ru», «07» тоже их регион. Очень много уже таких делают расширений, и абсолютно не считаю это каким-то криминальным. Ну, и посмотрите на еще одну ошибку, которую допускают при выборе доминого имя. Это, казалось бы, что может быть проще, чем написать по-русски. Ну, написали по-русски. Ну, вы понимаете, да, что сразу вы отсекли в целевую аудиторию, в которой вдруг нет русскоязычной клавиатуры, или целевую аудиторию, которая находится за пределами, ну, наверное, страны СНГ, да, или России, где нет вот этой раскладки, или нет какой-то возможности ввести ваше доминное имя на русском языке. И при копировании, вот эта нижняя строчка, этот так сайт читается при копировании. То есть, если вы хотите, ну, человек пытается скопировать и кому-то отправить эту ссылку, то она будет приходить вот таким кодированием. Ну, соответственно, вы понимаете, что это некрасиво и непрофессионально, хотя бы как минимум. Второе правило — это правильно подобранная платформа для вашего сайта. Я уже об этом заикалась, и на самом деле хотелось бы эту тему немножко больше осветить. Когда вы выбираете платформу для вашего сайта, будьте аккуратны с самописными платформами. Первое, что я вам рекомендую сделать, это точечно и тезисно конкретно прописать функционал вашего сайта. Чаще всего, когда я очень люблю наших и заказчиков, и фрилансеров, и каких-то других, ну, моих коллег, маркетинговое агентство, веб-студии, когда заказчик приходит и говорит, я хочу сайт, ему говорят, без проблем 30 тысяч рублей сделаем. Ну вот, честно, я не буду делать сайт дешевле 200 тысяч рублей в своем агентстве, потому что под работу над сайтом мы проводим аналитику, мы анализируем ваших конкурентов, мы смотрим, как отстроиться от этих конкурентов через вашу интернет-франицу. Ну, в том числе, кроме того, что мы проводим аудит конкурентов, нам приходится применять еще дополнительные инструменты маркетинга для того, чтобы вообще, в принципе, компания определиться, потому что чаще всего к нам приходит компания, у которых и позиционирования нет, и дальше система обработки заказов не выстроена, ну, и прочие-прочие вещи, которые хвостом цепляются. Поэтому, кроме того, что мы делаем сайт, я еще бесплатно начинаю давать маркетинговые консультации. Так вот, прописывается функционал того, что вы хотите сделать. Ну, например, первое, вам нужна корзина. Второе, вам нужен виш-лист на сайте, если мы говорим про некий интернет-магазин или сайт смешанного типа, который занимается и оптом, и розницей. Или вам нужны какие-то дополнительные формы захвата. Или вам нужно начисление скидок внутри корзины. Или вам нужны дополнительные ярлыки на ваших товарах. Или вам нужны какие-то совместные акции, которые будут, ну, сложно интегрироваться в сайт. Простейший и самый актуальный сейчас инструмент — это интеграция с 1С-кой или интеграция с некой платформой, которая будет, ну, CRM-ки, да, так называемой. CRM-система, которая отвечает за ваших клиентов, вашей компании. И, ну, обычно еще бывает много-много-много всего, что туда включается. Одна из таких сложностей и хитростей, которую я придумала, ну, успешно внедряем для моих клиентов, это когда компания смешанного типа и опты розницей, они торгуют. Мы должны иметь возможность, чтобы не кладить сайты экономить деньги, не делать для опты один и для розницы другой сайт. У нас автоматно для всех видны розничные цены. И дополнительный функционал, который предполагается, это после регистрации клиента и одобрения ему статуса оптового клиента, иметь возможность видеть посетителю, оптовику, оптовые цены, да, формировать заказ на сайте, нажимать на кнопочку «Отправить». Заказ, соответственно, попадает в корзину, отправляется сразу в 1С, и менеджер не занимается мартышкиным трудом и не набивает заказы вручную, которые упали в корзину или которые ему диктуют клиенты по телефону. На самом деле сейчас я веду очень крупный проект, это бренд российской одежды МК. Мы занимаемся тем, что мы вводим их как раз таки из автобуси, такого блока, в работу, в розницу. Мы начали с открытия магазинов в Москве, сейчас их уже два, ну и дальше мы будем, естественно, расти. И вот у них как раз таки, вот эта система, у них сайт mcofashion.ru, она автоматически все эти процессы предусматривает. Сайты бесконечно доделываются, переделываются, у них разделены оптовые и розничные сайты, но то, что я вижу внутри компании по удобству работы менеджеров, и у нас менеджеры в компании тесно сидят и работают продажниками, а не занимаются, как я говорю, мартышкиным трудом по набиванию заявок. Цена такого оператора 25 тысяч рублей. Цена крутого менеджера по продаже, ну, от 50 до 150, в зависимости от того, какой функционал и объем работы он делает. Вы прекрасно понимаете, что это стоит все разных денег. Поэтому аккуратно с самописными платформами лучше выбирать какие-то международные платформы. Они есть и платные, и бесплатные. Я ничего не вижу плохого в бесплатных платформах, которые можно интегрировать с 1С. Безусловно, есть и наши гиганты, все, про которые вы знаете, и они будут пиарить еще больше, у которых лицензии стоят по 30 тысяч в год. Вы должны понимать, что если вы идете на такие затраты, то вы будете их внести каждый год. Как только вы это отключите, у вас, условно говоря, процесс автоматического обслуживания клиента в вашем бизнесе закончится, и он не будет видеть автоматические остатки, заказы не будут падать в 1С. И там сразу падает такая выстроенная схема. Поэтому прописывайте сразу весь функционал, который вы хотите видеть максимально точно, отдавайте вашим подрядчикам, которые будут за этим следить, и на основании этого просите, чтобы они вам дали конкретную цену. Потому что часто происходит так, что... Ну, заказчики тоже, на самом деле, несмотря на то, что я люблю и своих клиентов, и потенциальных клиентов, часто виноваты, они дают определенную задачу. По ходу пьесы выясняют, что нам нужно еще вот это, вот это, вот это и вот это. Но в первоначальной стоимости это включено не было. Ни один уважающий себя программист работать бесплатно не будет. Поэтому если вы заранее не продумали, что вы хотите видеть, и у вас в проекте не подключен грамотный маркетолог, то приняйте на себя. Пока нет вопросов, или если есть вопросы по доменному имени и по платформе, я готова на них ответить сразу, чтобы мы как бы двигались дальше. Есть у кого-то вопросы? Если есть, поднимите руку. Да, пожалуйста. Как у вас есть платформа? Например, бесплатная платформа WordPress, одна из живущих сейчас и уже много лет. А платственные платформы InSales, Bittrex, это те, которые интегрируются с 1С. Есть еще ряд бесплатных платформ-конструкторов. Ну, просто вы можете набрать платформы для сайта, и в Яндексе вы увидите все многообразие, которое сейчас представлено. Только сразу разработчикам задавайте все вопросы, которые у вас есть. Если мы понимаем, что WordPress обслуживают все, кому не лень, то с моими же друзьями, партнерами и коллегами я постоянно сталкиваюсь, что как только мы берем какую-то чужую платформу, нужно что-то допилить. Ну, вот просто пример. Бренд Libby Frau из города Смоленск. Мои клиенты. У них был плохой непродающий сайт. Мне им порекомендовали, они ко мне обратились. Мы понимаем, что ценник в регионе в Смоленске гораздо ниже на работу, чем у меня. Им сайт делали порядка где-то за 30-40 тысяч рублей уже дома. На какой-то стандартной, ну, вернее, самой платформе определенной компании сделали. Мы понимаем, что мы хотим получить на выходе продающий сайт. Я пишу на 28 листов ТЗ на правду сайта. Мы отдаем туда, и нам выставляют счет на переделание 180 тысяч рублей. Тогда мы еще делали сайты по шаблону, который у комфорта на шаблоне, который мы разрабатывали. Но мы прикручивали на международные движки. Им это обошлось 79 тысяч рублей под ключ с наполнением. Ну, это было вот два года назад. Мы работали по такому прайсу. Поэтому вариантов всегда много. Не гонитесь за стандартным решением. Часто переделывание до стандартного решения и подпиливание под ваши бизнес-процессы будет стоить намного дороже. Потому что многие компании, которые разрабатывают сайты, учитывают красоту, дизайн. Все круто. Структура неправильна. Юзабилити. То есть уровень удобства пользователя на сайте низкая. Как только вы захотите что-то поправить для себя, вам начнут за каждое действие выставлять 2-5 тысяч рублей. 10, в зависимости от сложности. Ну и в сумме наберется приличная цифра. Итак, третий закон. Да, прошу прощения. Шаблон или самописный сайт? Разная цена. Да, смотрите. Шаблоны. Если вы нашли идеальный шаблон. Да. В том-то и дело. Вопрос, чтобы шаблон, опять же, когда вы пропишете функционал, который вам нужен, вы сможете посмотреть, шаблон, который вам предлагают, он подходит под этот функционал или нет. Да, либо второй. Либо вы берете шаблон, прописываете свой функционал, обращаетесь к программистам и говорите, мне нужен вот этот дизайн, меня он устраивает, мне он понравился, но вот с таким функционалом и, ну вот сейчас дальше я говорю, вот с такой структурой. Если мне говорят вам, окей, без проблем, плюс 20 тысяч рублей, у вас все будет. Ну, тогда да. Я зато, как вам сказать, когда у компании нет финансовых ресурсов, мы сами предлагаем им шаблонные решения. То есть, есть сайт вот по такой структуре, который мы сделали в своем маркетинговом агентстве и успешно его уже на 4 компании масштабировали. Все сайты выглядят по-разному. Но при этом я четко могу нести ответственность, как руководитель маркетингового агентства, за каждую запятую и за каждый пункт на этом сайте. Но при этом это не пул шаблонов, да, из которых можно выбрать. Это вот уже проверенные и доказаны, что это работающая структура и работающий шаблон. Что выбирать? Ну, можете выбрать шаблон, если вам доделают под ваш функционал. Если вам нравится дизайн. Или сказать, сделайте мне похоже на этот. Просто иногда работа с дизайнерами, если это не профессиональная команда, которая вам подписала договор, прописала сроки, взяла и сделала, а, например, работа с фрилансерами, то все это начинает затягиваться. Особенно мне очень нравится работа многих дизайнеров-фрилансеров, творческих людей, которые попадают в творческие отпуска на пару недель или полгода. И тогда ты уже начинаешь сомневаться, что ты вообще все это зря затеял и взял бы шаблон и не мучился. Уникального ответа нет. Смотрите то, что удобно для вас. Если шаблон адаптирует под вас, то берите шаблон, и вы, по крайней мере, будете уверены, что вам не придется тратить много времени на утверждение каждой запятой в дизайне. Потому что работа с дизайнерами и докручивание всего, это тоже очень тяжело. Ну, то есть занимает много времени. Ответила на вопрос? Или не очень? Ну, смотрите, если мы говорим... Тогда вы чуть-чуть, наверное, некорректно сформулировали вопрос. Если мы говорим про шаблон... Вы имеете, наверное, в виду движок самописный или стандартный? Ну, или международный какой-то. Ну, то есть дизайн и движок — это разные вещи. То есть дизайн, если вам нравится что-то унифицированное, да, то есть то, что предлагают, берите это и не думайте. Сложнее, наверное, будет работать с дизайнером и писать ему тезе. Если мы говорим про платформу, то лучше брать международную, которая работает на рынке уже давно, чем самописную. Потому что как только вы попросите что-то поправить, вам за каждый чик будут выставлять, ну, приличные деньги. А на ней, допустим, того же фрилансера, ну, не знаю, прикрутить вам метрику вдруг понадобилось. На фрилансе вы это можете сделать, там, даже не обращаясь к профессиональному маркетингу агентству, там, за 300 или 500 рублей или за 1000 рублей. А на самописной движке вам могут за это выставить 2-5 тысяч рублей, потому что у вас уже вариантов не будет. Ну, то есть вы себя подвязываете под то, что вы работаете только с этими людьми. И это жизнь. Бизнес — это жизнь. И все, что может произойти с этой компанией, которая вам написала сайт, неизвестно. У меня просто был ряд горького опыта, когда нам приходилось сайты полностью переносить. Потому что как только мы начинаем что-то придумывать и актуализировать сайт под современные потребности, потому что он уже морально устарел, получается, что прошлый движок это не может сделать. Вот и все. Что, простите? Ну, да, по 3, по 5, по 10. А на современных платформах это может обойтись просто в добавлении одного модуля, ну, какого-то. И это будет стоить дешевле. Еще какие-то вопросы есть? Да? Подскажите, тинька. Что, простите? Тинька. Слышали? Микс. Микс или тинька. А, да. Слышала. Бесплатная платформа, да? Для создания сайтов. Ну, есть она на рынке. Круто. Если вы настолько хороши в маркетинге, что можете сами составить ТЗ, ну, и допилить сайт, ну, или физически допилить сайт, то пользуйтесь, ну, опытом. Ну, опять, смотрите, и вот этот Win, да, и как он там правильно, и WordPress, это и то, и другое бесплатные платформы. Просто проблема, опять же, заключается в том, что когда люди начинают сами что-то пилить, сочинять, да, не являясь профессионалами в этом деле, получается не очень хорошо. Мне много присылают сайтов. Ну, Ира, ну, пожалуйста, ну, посмотри. Вот я открываю, вот так, вот так, и говорю, идите шаблон, возьмите какой-нибудь, исправьте, потому что цветовые сочетания, наличие 25 тысяч шрифтов, ну, то есть, в структуре построения сайта есть свои законы. И если вы с этим никогда не сталкивались, вам будет сложно, ну, их применить, потому что вы их просто не знаете. Либо вы потратите очень много времени для того, чтобы собрать это. Если вам нужно что-то простенькое, да, ну, пока, чтобы было бесплатненько, ну, наверное, это является каким-то решением. А если ты дизайнер, если ты дизайнер, ты любишь, собственно, моделировать, как платформу, что ты? Ну, тогда у вас, смотрите, в цепочке работы над сайтом, кто обычно замешан. Ну, это собственник или маркетолог, да, вот, то есть, ну, собственник в любом случае, он является заказчиком. Дальше, вообще, по идее, у вас должен быть грамотный маркетолог, которого обычно в веб-студиях как раз-таки нет. Потому что после, ну, те, кто принимает у вас заказ, да, кто это обычно? Программисты, верстальщики и дизайнеры, они не имеют отношения к маркетингу. Они создадут вам красивую картинку, но никто вам не говорит и не обещает, что эта картинка будет продавать. Никто вам не говорит, что у нее будет вот грамотная структура, да, и пользователь сможет найти на нем ответы. У меня есть мои друзья, они профессиональная веб-студия. Я, когда открываю сайты их клиентов, мне хочется плакать. Они очень красивые, очень красивые, очень лаконичные и даже с функционалом нормальным, но очень гонилые в структуре. И когда я у них спрашиваю, почему вы не доказываете клиенту, что это неправильно, они говорят, ну он же заказчик, он так хочет. Ну, значит, вы не умеете продавать правильные решения, да, то есть, ну, как менеджер проекта или как маркетолог. То есть, если грамотно выстраивать систему работы, то у заказчика должен быть, да, или там маркетолог, или менеджер проекта, с кем он общается. У этого менеджера проекта, ну, как бы команда, людей, с кем он работает. Это дизайнер, который рисует дизайнер, но он рисует его либо на основании менеджера проекта, который дает ТЗ или маркетолога, либо на основании того задания, которое дает заказчик, да, то есть, но опять же, заказчик не всегда прав, он обращается в команду профессионалов, чтобы ему решили конкретную задачу. И он обычно уверен, что там сидят профессионалы, которые решают эту задачу, но самого важного звена, который за продажей может отвечать это менеджер или маркетолог, он обычно отсутствует. То есть, соответственно, отдается все это в дизайн, вам рисуют красивую картинку, потому что вы написали. Дальше это отдается в верстку, и дальше это отдается в программирование. И вы получаете сайт, да, потом это прикручивается, программируется с CRM-кой или с 1С, все выкладывается в интернет-пространство на хостинг, и все готово. Но никто вам не гарантирует, что это будет работать. Либо вы разбираетесь в этом сами. Ну, то есть, вот моих учеников и клиентов, ну, мы никогда не делаем сайт за 2 недели, но это невозможно. Этот объем маркетинговой работы, который нужно сделать, невозможно провести за 1 или 2 дня. У нас подготовительный этап это минимум 1-2 недели вот на изучение того, что происходит, и выяснение потребностей самой компании, что она хочет и какие задачи она ставит перед сайтом. И вы должны это понимать, если вы хотите свой сайт иметь в интернет-пространстве. Посмотреть, что происходит у конкурентов. Обязательно. Посмотреть, что происходит в других отраслях, если вы там не разбираетесь. Почитать несколько умных книжек, в которых это расписано. Прийти на мастер-класс Ирина Бородавка. Почитать книжку Ирина Бородавка. Или прийти к Ирине Бородавка на тренинг. Или самим разобраться. В интернете много информации. Но просто очень много контента тоже сложно обрабатывать. И в итоге выяснить, составить вот это ТЗ. И если вы берете на себя эту ответственность, то вы составляете ТЗ и отдаете дизайнеру. Он вам рисует красивую картинку под ваши технические характеристики. и дальше это верстается и программируется. Ну вот, вы должны понять, что либо вы сами это делаете, либо вы ищете маркетолога, который за вас это сделает. Профессионально. Ну, грамотно, скажем так. Иначе можете попасть в просадку по многим других компаниям. Ответил на вопрос. Окей. Еще вопросы? Да. Простите. Интеграцию с 1С? Диетальный не буду. Развещать. Нет. У нас не про это. Прошу прощения. Грамотная структура сайта. Что это такое? Вот здесь приведена схема того, как мы рекомендуем делать структуру для сайта, кто в розничной компании. Естественно, что интернет-магазин и структура будет выглядеть чуть по-другому. Ну, вот, например, того же Комфорта или какой-то другой компании, неважно. У нас есть первый раздел о компании. Мои коллеги, даже, наверное, старшие коллеги, иногда говорят, что эта вкладка не нужна, клиента в первую очередь и засуньте ее куда-нибудь в конец. Есть определенные шаблоны человеческого восприятия. Мы привыкли уже за столько лет работать с интернет-пространством, что кнопка о компании, о нас, находится первой. Не надо ее никуда двигать. Оставьте ее на своем месте. Кому она не нужна, тот проскользит дальше. В разделе о компании, соответственно, вы даете информацию о вашей компании. И те пункты, которые касаются работы вашей компании. Это новости. Структурно они могут быть сюда включены. Они, безусловно, могут продублироваться еще отдельным блоком на главной странице. Это выставки, если вы в них участвуете. Это вакансии, команда. Эти блоки могут быть или не быть. То есть кнопка о компании или о нас, она в любом случае у вас должна быть. А вот это выпадающее меню, если вы понимаете, что у вас нет ресурсов, писайте обновлять новости. Хотя это, если все это правильно делать, для вас является бесплатными поисковыми страницами в интернете, которые вы можете оптимизировать под запросы вашей компании. Например, производитель нижнего белья или домашняя одежда от производителя или нижнее белье со склада в Москве. Какой угодно запрос. То есть, и когда вы будете писать новые новости, ваш сайт будет выбирать определенную ссылочную массу в интернет-пространстве. То есть, для вас это стоят, ну, в принципе, какие-то ресурсы вашей компании. Ну, это не дорого. То есть, гораздо дороже заниматься закупкой ссылочной массы, а потом бесконечно бояться, что Янглx сменит в очередной раз алгоритмы поиска и ваша компания просто будет из поисковой выдачи на последней странице. Дальше идет страница каталог. И в ней, ну, соответственно, какие-то категории вашего товара. Ну, например, у нас категории у того же комфорта. Одежда для дома, одежда для сна и аксессуары. Ну, так как я работаю с производителями одежды, то, безусловно, здесь приведена вот такая больше схема под них. лукбук — это некая книга образов, то есть то, что вы можете продемонстрировать своим клиентам, как образы, составленные из нескольких видов вашей одежды. Ну, либо, если мы говорим про ту же одежду для дома, то это может быть комбинирование, допустим, сорочки, халата, не знаю, домашнего платья и тапочек или каких-то повязок, повязки на голову. Или это может быть маечка и штанишки или шортики, например. Если мы говорим про белье, то это точно так же, да, то есть есть верх, есть низ, они могут продаваться отдельно, они могут продаваться в комплекте с какими-то пенюарами или дополнительными ассессуарами, к ним могут идти халатики, и все это будет составлять какой-то комплект, какой-то лук. Зачем это демонстрировать клиенту? Потому что это позволит вам увеличить средний счет покупки вашего и актового, и розничного клиента. Где купить? Не для всех компаний это актуально, и не все компании эту информацию любят размещать, но меня всегда удивляет, особенно когда я хожу по выставкам. Я когда-то писала диплом по выставкам, и пешком прошла их очень много. Ну и в силу специфики своей работы должна посещать очень много выставок. Мы приходим на выставку, нам говорят, торгуем только опытом. Окей. Допустим, я прихожу как частное лицо, допустим, не как маркетолог, и не руководитель маркетингового агентства, и говорю, а где можно посмотреть вашу продукцию в Москве? Они говорят, мы не знаем. Хотите продавать продукцию или вы перекладываете всю ответственность на вашего конечного оптовика, который торгует в рознице? Вот если вы не знаете, где продают вашу продукцию, советую этим вопросом заняться в своей жизни. Опять же, если кто-то захочет, многие начинают говорить, клиенты, у нас уведут оптовиков. Послушайте, если у вас плохая компания, то у вас уведут, и тогда эту кнопку не надо делать на сайте. Если вы четко уверены в своем ассортименте, качество обслуживания вашего клиента, в хорошей программе лояльности для ваших клиентов, то ваш фактовиков вряд ли переманит или там уведут. Эту информацию уже все несложно найти в желтых страницах, и в тугизме, просто в интернете, набрав запрос в базу магазинов нижнего белья. Это все уже давно открыто. То есть не усложняйте путь вашего конечного или какого-то промежуточного клиента до вас или для вашего связующего звена с ним. Когда я работала с брендом спортивной одеждой нашим национальным российским компанией Форвард, вот у них были и магазины, и дилеры, и дилеры, замечательные магазины, и собственная сетка. Ну вот у них, соответственно, это все было выложено. То есть человек заходит на сайт, он может, он понимает, что он хочет купить одежду Форвард. Наша задача ему помочь. Находится он, допустим, в Улан-Удэ. Но если кто-то захочет у вас переманить франчизера, он и так это сделает. Ну, приложит он для этого не одно действие, а два сделает, или три. Он все равно его найдет. Поэтому, если мы говорим о том, что мы хотим давать информацию о том, где нашу продукцию купить, это в том числе и стимулирует нашу продажу. Каким образом? Человек ищет, например, одежду Форвард, а в магазине Улан-Удэ нету своего сайта. Он заходит на официальный сайт, ищет контакты магазина в Улан-Удэ, туда едет, совершает покупку. Для вас это, соответственно, значит, что если конечный клиент нашел вашего автобика, купил у вас, то автобисты ждет и купит у вас больше. Система подачи информации в таких разделах тоже бывает и в великое множество. Следующий раздел это сотрудничество. В зависимости от типа вашей работы, вашей компании, это могут быть или просто кнопка сотрудничества, или разбитые подпункты для нескольких, да, вариантов взаимодействия. Например, торговля оптом, да, для оптовых клиентов, какой-то пошипный заказ, или франчайзинг, или там, для партнеров, или наши партнеры, все что угодно. Раздел полезное, или статьи его еще иногда называют, многие им не пренебрегают, а зря. На самом деле, это также как и раздел новости, бесплатный трафик на ваш сайт. Что это значит? Размещая статьи, которые будут заточены под продвижением вашего продукта, вы сможете, когда статьи Яндекса и Гуглом проиндексируются, привлекать все больше и больше целевой публики на ваш сайт. Ну, например, вы торгуете домашней одеждой. Такие статьи вы можете писать. Например, спортивный стиль в одежде для дома. Или почему халат нельзя носить дома постоянно. То есть, что это такой определенный, вот не дадь собрать моя коллега, которая присутствует в зале, что это определенный тип одежды, которые носятся из от кровати до ванны и из ванны до кровати, соответственно, а не так, как у нас носят в России. Или, например, рассказать историю костюма для дома. Или рассказать про какие-то тренды домашней одежды текущего сезона. Только единственное, что такие статьи нужно писать под продвижение конкретных целевых запросов. Ну, например, мы хотим продвинуть костюмы для дома. Мы под них пишем статью и внутри сайта, в его административной панели проставляем соответствующие, заполняем соответствующие строки. Эти строки называются H1 заголовок, description, описание, keywords, ключевые слова и title. Я уже говорила, что у меня есть книга, и там, в принципе, подробно все про все это написано. Ну, или вы должны ставить задачу своему программистам или задачу своим другим подрядчикам, с которыми вы работаете. Что такое сервис? Ну, как вы видите, это все пункты, которые отвечают за некую сервисную информацию в работе с вашей компанией. Это доставка и плата, это таблица размеров, если мы говорим про какую-то одежду и белье, это условия возврата, это программа лояльности. Может что-то добавляться, что-то убираться. И, конечно же, кнопка контакты. Умоляю вас, если у вас кнопка контакты зашита куда-то в середину строки, верните ее обратно. Кнопка у нас на первое место, а кнопка контакта на последнее место. Так людям привычно, неудобно искать контакты в середине строки верхнего меню. Ну, неудобно. Верните обратно, если у вас что-то по-другому. Вопросы есть по структуре сайта? Ну и прекрасно. Двигаемся дальше. Высокий уровень юзабилити или удобство использования. Что это такое? Если в нескольких словах, ну, тут такая схемка, она, в принципе, говорящая немножко. Вот клиент может двигаться по вашему сайту, да, он читает какую-то информацию. Читаем мы слева направо, читаем мы сверху вниз. То есть для клиента страница вашего сайта, на которую он вошел или из поисковой системы, или перешел по рекламе, она должна в первую очередь соответствовать тому запросу, по которому он пришел, а во вторую очередь вы все представляете лабиринт, да, и вот в лабиринте можно запутаться. Вот если на вашем сайте можно запутаться, то старайтесь максимально упростить его структуру, для того, чтобы клиент на ней не путался. И если я, допустим, нахожусь в разделе карточка товара, у меня под рукой должна быть информация. Обычно, если вы вспомните интернет-магазины какие-то или компании, где идет описание товара, есть такие вкладочки. Описание, оплата, доставка и, допустим, возврат товара и таблица размеров. То есть, чтобы клиент не переходил со страницы на страницу. Чем это вам грозит? Тем, что клиент, когда он начинает блуждать со страницы на страницу, забывает, зачем он пришел и уходит. Именно поэтому конверсия от страничников гораздо выше, чем конверсия продающих сайтов обычных. Потому что на застраничнике мы закрываем клиента за какое-то конкретное действие. Например, оставьте контакты, мы вам вышли в каталог и дадим 7% скидку на первую отгрузку. А когда мы входим на одностраничный сайт, я пришла за юбкой, начала искать, потом поняла, что мне нужна к ней блуза, то есть, я не могу разобраться со размером, а пойду почитаю, сколько стоит доставка, ушла в раздел доставка и забыла вернуться за юбкой. И говорю, а, посмотрю попозже. Я ушла. Так же делают и ваши клиенты. Если у вас есть сайт, я вам советую, если вы до сих пор не пользуетесь этим инструментом, есть такой шикарный инструмент с Яндекс.Метрикой, в нем встроен веб-визор. Он позволяет вам следить за тем, что делает клиент на вашем сайте. Вот когда у меня начинается баттл с программистами, на тему того, что маркетинг опять пришел и начинает что-то ломать, я очень просто делаю, потому что я всегда, у меня работа такая, сайт, где плохо, и это лечить. Я открываю веб-визор и показываю людям, как клиенты, ну и собственникам, и программистам, которые всю эту красоту наделали, о том, как клиенты пользуются на сайт. Вот у меня у одного из клиентов, одного из текущих клиентов очень навороченный сайт. Он очень круто сделан. Он сделан так круто, что пользователи не догадываются о его функционале. Они вообще не понимают, что такой наворот уже есть в России и им нужно пользоваться. Это касается очень крутого перелистывания страниц, вернее, фотографий товара. То есть он листается смахиванием, ну вот как в айфонах, ну и других телефонов пальцем, да, вот так можно смахивать. Русские люди в обычной электронной версии так вообще не делают. Они пользуются навигационными стрелками на клавиатуре, с стрелками, нажатием мышки, когда листают ну обычно вот эти стрелки, да, слева, справа от товара. А функционал крутой и стоит дорого. Но никто даже ни разу из всех там предпросмотров, которые я посмотрела, людей, которые совершали покупку, там не было. Когда вы наблюдаете за своим пользователем со стороны, вы видите, где у него затыки. Мы когда запускаем сайт и всегда ставим этот функционал. И у меня был такой проект с психологами. мы запустили интернет-сайт, мы запустили на него контекстную рекламу. И я начала смотреть, что делают пользователи, которые входят на сайт. Естественно, у нас там была проставлена куча ловушек на захват форм, там мы все расписали, и статьи написали, и все-все-все с триггерами сделали. И цены написали только в одном месте. То есть раздел с услуги, и вот варианты консультаций психологических, и цены написаны. Когда человек уже проходит внутрь страниц, допустим, семейная консультация психолога, цены нет. Мы предполагали, что человек, который входит на сайт, он сначала пойдет в услуги, а потом провалится в семейной консультации. Но не тут-то было. Некоторые начинали из верхнего меню переходить сразу в семейной консультации и не видели цену. И, ну, вот видно, как человек скролит сайт, скролит, 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 доходит до предельной точки и не понимает, что ему делать. Ну, то есть написано, что можно записаться на консультацию, а сколько стоит? Нет. И кнопки цены нет на сайте, ну, потому что цена прописана в другом разделе. Мы просто взяли, прописали цену и видели, что люди, доходя до страницы, до конца страницы начинают регистрироваться на консультацию. Все. Ну, то есть, и мы этим самым закрыли вопрос. А можно было очень долго еще тратить деньги и не понимать, почему люди не заказывают консультацию на нашем крутом сайте. То есть даже, когда вы сделали проект, всегда смотрите, как ведут себя пользователи. То, что для вас кажется, ну, это же понятно, для вашего потребителя может быть совсем непонятно. Тем более, что уровень развитости интернета, ну, ну, так сказать, уровень доступа к интернету и уровень возможностей людей у всех разный. Кто-то в 40 лет начинает вести бизнес и только осваивает компьютер, и он не может вообще сайтом пользоваться. Он рад, что он открыл и телефон хотя бы увидел, чтобы позвонил. Ну, то есть, всегда у всех все по-разному. Поэтому думайте не своей, как бы головой за себя, а за своего клиента, который пользуется этим ресурсом. Как еще реализуется удобство использования? Это переход со страницы на страницу. Это наличие каких-то дополнительных кнопок, модулей, подсказок, форм, захвата, которые заставляют клиента сделать как можно меньше действий для того, чтобы получить свой результат, за которым он пришел. это упрощение простоты покупки. вы все слышали про покупку в один клик, да, допустим, когда мы даем возможность заполнять все данные, обвести имя и телефон, и уже дальше клиенту обработать, ну, принять у него данные по телефону. Я сама часто делаю какие-то заказы оперативно, там, на ходу, и мне удобнее ставить вот так вот имя, телефон, и потом, когда я уже еду за рулем, как бы, я жду звонка и надиктовываю данные, потому что, ну, не всегда там у меня под рукой автоматическое автозаполнение от буквы хром, которое меня спасает. То есть, подумайте о том, насколько вашему клиенту удобно переходить со страницы на страницу. Если он вот на этой странице, он получил ответы на все свои вопросы, или ему там за ценой, чтобы посмотреть цену, нужно поставить ссылочку, линк, да, дополнительную, перелинковку на другую страничку, зайдите туда, то и узнаете то-то, то-то. Вопросы есть по юзабилити сайта? Отлично. Дальше. Уникальный, качественный, оптимизированный контент. Контент – это вся эта информация, которая размещается на вашем сайте. Форматы предоставления информации. Это фотоматериалы, это видеоматериалы, это текстовые материалы, это аудиоматериалы. Несмотря на то, что кто-то про аудио даже не задумывается, многие компании с точки повышения уровня доверия клиента записывают аудиоотзывы. То есть, не у всех есть возможность снять видеоотзыв. И на самом деле, так как я за видеоотзывы, но всегда, как сказать, со страхом жду, как мы будем записывать очередное видео, потому что все думают, что это очень просто, но на самом деле говорить на камеру очень сложно. И начинается вот это вот, давайте 25 дублей делаем, я забыла, что хотела сказать, и потом мы начинаем все это резать, получается сложно. А когда вы звоните клиенту и говорите, здравствуйте, есть у вас буквально там пару минут, мы зададим вам пару вопросов, чтобы вы нам оставили, чтобы мы использовали эту запись как аудиоотзыв. И людям по телефону сказать гораздо проще, то есть, выхода из зоны конкорбности никакого нет. Так вот, что такое уникальный контент? Это контент, который создали вы. Не тот, который в Яндексе найден по запросу, нижнее белье скачен и загружен на ваш сайт, а тот контент, который создали вы. Если вы являетесь промерудочным звеном цепочки реализации продукции, и, например, картинки делаете не вы, а, например, ваш производитель одежды, а вы уже являетесь оптовиком, у которого там есть инстаграм, или социальные сети, или свой сайт в своем регионе, то тогда, что я вам рекомендую сделать? В любом случае, выкачивать либо картинки с сайта вашего оптовика, либо запрашивать у него исходники. Обязательно, ну, лучше их хотя бы обрезать по несколько пикселей со стороны, чтобы размеры были разные. Но это, опять же, при условии того, что ваш оптовик свой контент грамотно оптимизирует. Если он его не оптимизирует, тогда проблем нет. Ваша задача просто картинкам дать правильные имена, для того, чтобы вы их, чтобы роботы поисковых систем их автоматически считывали. С чем мы сталкиваемся в работе? Ну, вы можете открыть свой сайт, нажать на картинку товара правой кнопкой мыши, сохранить карт, и посмотреть, как он вам предлагает сохранить. Если у вас картинка называется IMG нижнее подчеркивание 2517, DCGM 4785, или там 1, 2, 3, 4, 5, то вы можете считать, что весь ваш контент не оптимизирован. То есть, роботы Яндекса его прочитали как цифры. А если бы ваша картинка была названа русская фраза, ну, например, мы говорим про женскую одежду оптом, или, не знаю, костюм для дома оптом, или просто костюм для дома, и ваша картинка на трансляции была названа женский через ZH, женский нижнее подчеркивание костюм, то тогда робот бы эту картинку проиндексировал, и когда бы вы зашли в Яндекс картинки, ну, на какой-то из страниц вы свою картинку нашли. Именно поэтому очень многие, потому что контент внутри сайта не оптимизируется, и многие страницы сайта не считаются, и многие картинки вашего сайта не попадают в обработку Яндекса и Гугла, и по этим запросам вас просто невозможно найти. То есть у вас есть контент, но он не оптимизирован, и это большая ошибка, потому что это опять же бесплатное привлечение трафика вашей компании. Ну, на примере. У меня есть клиент, про который я уже сегодня говорила, занимаются они пошивой корпоративной одеждой здесь, в Москве, компания Start Time. Их сайт я делала, ну, как бы, наполняла, еще когда я только начинала, это было 6 лет назад, наполнением вот полностью занималась я. Когда 2 года назад Яндекс сменил, ну, естественно, все знания по оптимизации, я туда приложила. Несмотря на то, что там у сайта и у картинок и у товаров нету описаний, но у нас грамотно названы страницы и у нас грамотно названы картинки товаров. Когда роботы, наш сайт, естественно, проиндексировался по нашим среднечастотным запросам, таким, как пошивка поварской формы, там, форма официанта на заказ, мы проиндексировались, мы оказались в выдаче Яндекса. И мы до сих пор уже сколько лет из этой выдачи из топ-5, топ-3, иногда топ-1 не вылетаем. Два года назад Яндекс, роботы Яндекса сменили принцип индексации страниц. И все те, кто занимался черной индексацией и таким пригоном, ну, это называется черная SEO-оптимизация, так сказать, размещением ссылок на сторонних ресурсов или каких-то статей и нагонянием на сайт левого трафика, как бы якобы нужного нам. Вот эти все сайты, они повылетали за счет этих ссылок и за счет того, что сайты были по-черному оптимизированы. Мои клиентки раз в 5 или 6 звонили и предлагали выкупить ее сайт, потому что он как был, вот там с 6-летней давности в топе выдачи Яндекса на первых позиций, так он до сих пор там и есть, потому что мы не занимаемся черной оптимизацией, мы изначально контент, который мы занимали, оптимизировали, и это дало нам хороший результат. Денег это, ну, для нее не стоило нисколько, потому что мы басмаркетное агентство, если мы беремся этот проект под ключ, то мы изначально все это заполняем как положено. То есть, вот если вы работаете сейчас подрядчиками, которые занимаются наполнением контента на вашем сайте, спросите у них, как они оптимизируют картинки на вашем сайте, или вот попробуйте скачать картинку с вашего сайта и проверьте их оптимизацию. Если они не оптимизированы, то вы можете дать им задание, то есть, не все потеряно. У каждой картинки есть так называемый альт, альт и маячка. Он прописывается в административной панели сайта. То есть, если вы понимаете, что ваши картинки не оптимизированы, заставьте ваших программистов, или контент-маркетменеджеров, маркетологов, чтобы они прошлись по всем картинкам, даже если их 100 тысяч штук на сайте, и под каждую пропишите свой альт, по которому он будет читаться. То есть, это ваш ключевой запрос, который вы можете проверить в стате Яндекса. Популярный, менее популярный, средний частотный, высокий частотный, назовите картинку именно так, на транслитивце, пробел заменяя нижним подчеркиванием. Качественный контент. Это значит, что, если вы пишете статью на сайте про домашний костюм, то это должна быть статья про домашний костюм с фотографией домашнего костюма, мужского, женского, и она должна быть закончена, и вести, допустим, на страницу каталога вашего сайта про домашний костюм. Я бесконечно долго ругалась с оптимизаторами, все оптимизаторы своего первого клиента по маркетингу этой компании InterFashion, они тканями торговали. Это был, на самом деле, первый и самый крутой кейс, по которому мы показали за 3 года сотрудничества рост продаж это 2,88 соток разу, при этом мы выстраивали им простейшую систему маркетинга. Так вот, у них SEO-шники писались, ну, допустим, компания торгует тканью для, ну, я не знаю, футок, например, или клетка, сорочная ткань. Я начинаю читать под товарами вот такую бредовую статью на тему того, что есть такие-то ткани, это одна из них, а есть еще шипон и прочее-прочее, про которые мы вообще ни сном не думали, с нами никакого отношения не имеют. То есть, они брали, заказывали статью, просто папирайтеру ставят задачу написать статью про сорочечную ткань. Папирайтер писал откровенный бред, который, вот мне, как маркетологу, было стыдно иметь на сайте, а собственнику было все равно, потому что там стояла ссылочка, которая позволяла в других производствах подтягивать клиентов, ну, как все оптимизаторы, ну, так, не очень дорого, скажем так. Поэтому, вот, если вы дорожите своей репутацией, то заставляйте своих все оптимизаторов, маркетологов, контент-менеджеров писать вам грамотные статьи. Пишите им тезис, ну, что вы хотите видеть в этой статье. Это не так сложно. Написать, допустим, статью на полторы или две тысячи символов про домашний костюм, описать виды костюмов, рассказать, что в нашей новой коллекции есть костюмы из велюра, из трикотажа, из кулирки или кутера, в таких-то, таких-то модных трендовых цветах весна-лето семнадцатого года, в таких-то, таких-то конструкциях. И костюм это вообще очень крутая штука для дома, потому что она позволяет клиенту чувствовать себя так-то и так-то. И вы получите действительно качественный контент, который читать ваш потребитель, который пришел на эту статью, будет приятно. Ну, и прооптимизированный я уже сказала. Этот контент должен соответствовать тем ключевым запросам, по которым вы хотите продвигаться. Ключевые запросы лучше изначально, когда вы начинаете работать и занимаетесь этим в своей работе, в принципе, создаете сайт, свести в так называемое семантическое ядро, а зайти на wordstat.yandex.ru и начать вбивать все запросы подряд, которые подходят под вашу целевую аудиторию. Нижнее белье оптом, нижнее белье от производителя, нижнее белье со склада, прошу прощения, там, не знаю, бюстгалтер женский, там, не знаю, трусики такого вида, такого и такого, форел, там, не знаю, и так далее. Пижама, сорочка, домашние костюмы, прочие-прочие вещи. Все это загружается в Excel на разные страницы, и у вас есть одно, один скелет того, под такие запросы вы будете двигаться, и вы должны выдать этот скелет всем вашим людям, участвующим в продвижении компании, чтобы все дышали в одном направлении, иначе вы, ну, просто будете тратить силы зря. И последний закон, это продающий триггер и модуль. Простите, забыла спросить, по контенту есть вопросы? Да. Да. Я как производил контакт. Вот сейчас вы говорили про саму протекцию. А визуализация для сайта насколько важна? То есть, в принципе, мне даже кажется, что много кто не любит читать, любит смотреть, любит пить. А насколько сильно цена сайта растает от качественного контента до графического. Смотрите, что касается графического формата подачи информации, мы все прекрасно знаем, что люди не читают полотна текста. Ну, во-первых, есть правило оптимизации. Если у вас есть большое полотно текста о нас, ваша задача его разбить на абзацы подбатные предложения, сделать между этими абзацами дополнительные отступы, сделать строчку абзаца, потом разбавить это подзаголовками, если это имеет место быть всю воду, которая написана, или перечисление из строчек, да, перебить там буллиты, так называемые пункты перечисления, и, если это возможно, разбавить инфографикой. Инфографика это как раз-таки вот то, про что вы говорите, графическая форма подачи контента. Ее чаще всего используют на одностраничниках, но и на многостраничниках тоже сейчас начали применять. В каком роде? То есть вы можете написать клиенту текстом. 5 лет гарантии, заказ 24 на 7, доставка по России бесплатная и так далее. Но если вы это визуализируете, да, и добавите какие-то иконки, заключите в определенные блоки на сайте, то клиент это будет воспринимать гораздо проще и легче. Насколько это удорожает сайт? Ну, по-моему, обыду, ненасколько, потому что мы этот графический контент сейчас уже и так используем всегда. Ну, то есть вот эти иконки это повсеместное использование. Я имею в виду именно фотографии, я имею в виду именно актуальные фотографии, коллекции, качественные фотографии. забудьте про это. Или покупайте прозрачные манекены и делайте хорошую ретушь, обтраф фотографии, так, чтобы казалось, что они просто разложены где-то на столе. Либо используйте профессиональных моделей. Ну, если вы зайдете на сайт комфортной семьи, у них токологи есть фотографии, нанять модель сейчас стоит очень дешево. Ну, если мы говорим, что у вас нет бюджета, вы не метите удочкой профессиональных моделей. Есть куча ресурсов. Один из них промобанк.ру, где вы можете зайти, задать параметры девушки и вытащить себе, так сказать, модель, которая вам нужна. Это первый, да, момент, составляющий хорошую фотографию. Дальше, профессиональный фотограф. Безусловно, это нужно, и мы никуда такого не денемся. Ну, вот я вижу, да, взади еще моих учеников и клиентов, которые тоже знают, что это большая боль найти профессионала. Ищите тех, с кем вам будет удобно работать. Договаривайтесь с ними о скидках, если вы не можете делать, или о долгосрочном сотрудничестве, и чтобы они вам делали регулярно, но сделали чуть-чуть дешевле. Или нанимайте крутых профессионалов, если у вас есть под эти бюджеты. Вы должны понимать, что есть несколько видов фотосъемки. Есть каталожная съемка, которая предполагает собой обычно однотонный фон сзади. Есть имиджевая история, которую мы засовываем в макбуки, используем на такие имиджевые истории про то, что это может быть в интерьере, на природе. Мы показываем возможность использования нашего изделия в быту конкретным человеком. И, конечно, обработка всех этих фотографий. Дальше вы нашли модель, вы подготовили одежду, отпарили или белье, вы нашли студию, вы нашли интерьеры, которые вы будете снимать, сделали фотосъемку, обработали и выложили это на сайт. Если у вас плохой контент, то сейчас конкуренция среди тех же сайтов настолько высока, что если на вашем сайте неудобно смотреть изделия, или у вас одна фотография на желтом манекене с рынка, поверьте мне, уровень доверия к вашей компании будет очень низкий. У меня же не все компании миллионами ворочают. У меня есть очень много небольших компаний, у которых нет глобального количества денег. То есть первый вариант, если вы промежуточное звено, запрашиваете это оптовиков. Я работаю с компанией производителя группы женской деревни. И самое интересное, что оптовики мучаются с скачиванием 6-7 фотографий с одного изделия сайта, и хоть бы кто-нибудь хоть раз прислал запрос, что выдайте нам архив фотографий из коллекции. Сидят горящатся, но никто не просит. Ну окей. То есть организовать, если мы говорим про бюджетные какие-то вещи, тоже можно. То есть нанять недорогую модель, нанять недорогого фотографа. Многие начинающие фотографы могут с вами поработать бесплатно. Но если мы говорим про профессиональных фотографов, то вот к вам тогда люди идут. Да, подвержу со сцены слов, это действительно очень важно, чтобы на сайте были качественные профессиональные фотографии. Ответила на вопрос? Да, окей. Продающие триггеры и модули. Что к ним относится? Ну, например, это все то, что позволяет щелкнуть тублер в голове вашего клиента и перевести его, так сказать, из наблюдателя в покупателя. Это могут быть простые вещи, такие как кнопка «Заказать звонок» на сайте. То есть, до вас не дозвонились, у вас занята линия. Или бывают клиенты, которым это дорого звонить у другого региона. Ну, в зависимости от того, где вы работаете и на кого вы нацелены. Понятно, что если вы про лакшери сегмент, то там дорого быть не может. Это всевозможные вещи, которые делают работу с вами более удобнее. Ну, что еще? Книги у нас относятся уже сама задумала. Всевозможные счетчики и акции на сайтах. В принципе, акции по принципу ОДЦ и Дэйк, которые написаны в моей книге и на тренинге, которые я веду, мы подробно все это разбираем. Это онлайн-консультант. Это форма захвата данных не только в лендингах, но и на продающих многостраничных сайтах. Это, если мы говорим про моду и какую-то одежду виш-лист, который позволяет отложить товар в список желаний. Ну, допустим, я не имею возможности купить сейчас, я могу прийти попозже и оформить покупку. Я уже говорила, что это покупка в один клик, это интеграция социальными сетями, это возможность расширить, то есть поделиться данной страницей конкретной для других. Это какие-то лимитированные предложения товара, то есть товар заканчивается, ну, как я уже сказала, какие-то специальные акции. Вот это все относится к продающим кликерам. На самом деле все, вот у продающих сайтов есть еще очень много нюансов, и мы разбираем это все очень подробно на моем тренинге. Естественно, что в рамках полутора часов или там часа, которые есть здесь у нас сейчас, мы это все не разберем. Поэтому, если для вас это все актуально, я вам расскажу дальше, что делать. И еще, напоследок, на что советую обратить внимание. Первое, когда вы прормируете функционал для вашего сайта, не забывайте про мобильную версию сайта. Вот я однажды допустила такую ошибку, понадеясь, про свой сайт на своего программиста. Он взял, не сделал мне мобильную версию. И теперь мне придется переделывать полностью сайт и еще раз платить деньги для того, чтобы, ну, для меня это было уже априори, казалось бы, да, куда уже сайты без мобильных версий. А программист решил с халявничать и не сделал мне мобильную версию сайта. Ну вот, из-за этого мы и поругались с ним. А я буду платить еще раз деньги. Избегайте большого количества анимаций на сайте. У нас программисты, дизайнеры, особенно те, кто не следят за трендами, любят применять тренды трех-четырехлетней давности. Вот, когда начинают выезжалки, наплывалки всякие, частая, быстрая смена картинок и прочего, прочего, прочего. Вот, я прошу вас минимально это использовать на сайте. Почему? Первое, скорость интернета у всех разная. Второе, уровень раздраженности людей, которые живут в мегаполисах, достаточно высок. И наличие большого количества анимаций на сайте начинает еще больше возбуждать. Ваша задача, чтобы клиент закрыл свою потребность на вашем сайте, а не развлекался на нем. Поэтому не заставляйте его посчитывать секунды между вылетом одного или другого модуля или листать дальше только с целью того, чтобы посмотреть, а что они еще придумали с точки зрения анимации. Это все его отвлекает от того действия, за которым он пришел. И постарайтесь, как я уже говорила, отвечая на вопрос, чтобы в команде, которая работает над вашим сайтом, был маркетолог. Это очень важно. Маркетологи сейчас все больше и больше появляются на рынке. Их задача выявлять потребности вашего клиента, оптового или розничного, неважно, и уметь ее закрывать через, допустим, продающий сайт или через любой другой современный инструмент маркетинга, который в нашей жизни есть. То есть, если вы понимаете, что вы пришли в веб-агентство или веб-студию, и там есть программист, дизайнер и верстальщик, задайте им вопрос, кто будет решать вопросы маркетинга на вашем сайте, потому что ни один, ни второй, ни третий эти задачи решать не будут. Вам сделают очередное решение, за переделку которого профессионала, вы потом заплатите еще больше. Или вам сделают решение, которое будет не очень хорошо конвертировать ваш трафик, что повлечет за собой дополнительные расходы на рекламу. И теперь, наверное, немножко о том, давайте, наверное, вот так. Еще есть вопросы по именно продающим сайтам? Прекрасно. Прямо я довольна, что я удовлетворила ваш запрос про шесть законов продающего сайта. Чем могу быть полезна вам я? У меня есть канал в Ютубе. Вы можете набрать там Ирина Бородавка или в Яндексе набрать Ирина Бородавка. Там есть куча бесплатного контента. Если мы говорим про то, что вам нужна информация по маркетингу, у вас нет на это денег, или вы студент, или начинающий предприниматель, ну, нет у вас денег на профессионала, вы хотите в этом разбираться, в том числе и сами. И даже если у вас есть деньги на профессионала, но вам нужно их контролировать, все равно советую туда зайти. Открыв раздел плейлисты, ну, вот, ссылка у вас написана, да, там youtube.com users да, там фо Ирина Бо. Или, еще раз повторюсь, в поисковой строке введите запрос, наберите Ирина Бородавка. Вы зайдете в раздел плейлисты, вот на эти плейлисты, которые выделены, их там много, там не только эти, не запутайтесь. Советую обратить внимание. Первое, с чего советую начать, бесплатно посмотреть, там цифра К1 у вас стоит, основы маркетинга для предпринимателя, вы поймете вообще, про что это. второе, посмотреть, а что у нас второе? А, инструменты системного маркетинга, да, там, соответственно, расписано всего инструментов системного маркетинга, которые мы изучаем в рамках тренинга системный маркетинга К2Я, который онлайн проходит у нас три месяца, мы изучаем 113 инструментов маркетинга, вот здесь 64 видео, понятно, что на какие-то инструменты будет приходиться по два видео, может быть, по три, ну, там, когда как писалось, иногда были запросы просто под что-то конкретнее расшифровать, ну, и, соответственно, есть записи моих живых выступлений и записи разных вебинаров, вы можете подпитываться оттуда какой-то информацией, которая вам нужна в вашей работе, это про то, что бесплатно, что есть платно, есть книжка, которая называется «Стенный маркетинг на примере производителя одежды», она рассказывает о том, как вы строите базовую систему маркетинга в вашей компании, она есть в продаже, вот там сидит моя помощница, книжка стоит 700 рублей, те, кто хотят ее купить, могут подойти ее купить, те, кто хотят заказать онлайн, пожалуйста, вот вам ссылку, можете заказать онлайн, ну, те, кому это не надо, ну, милости просим, пожалуйста, вы можете использовать любые другие для вас знания. Я говорила сегодня про тренинг маркетинг, системы маркетинга от АДАЯ на примере производителя одежды. Он у нас проходит три месяца. Старт следующего потока 28 февраля. Будет он идти три месяца по вторникам, четвергам, 20 на ноль по Москве в режим онлайн, в личные ваши кабинеты будут выкладываться определенные записи по инструменту маркетинга и выдаваться по итогам этих записей домашние задания, которые вы должны будете выполнять и, соответственно, на основании их вы можете, так сказать, ну, я называю это немножко грубо, бесплатно юзать мой мозг. Частная консультация стоит 15 тысяч рублей. В рамках тренинга те, кто покупает пакеты стандарт и выше, получают от 3 до 5 часов моих бесплатных скайп-консультаций. Ну, либо, если вы живете в Москве, вы можете приезжать на личные консультации на сельскохозяйственную 4, это район метровода Инхам. Вот, если вам хочется под моим присмотром выстроить систему маркетинга своей компании и увеличить прибыль минимум на 30%, то welcome я вас жду на тренинге. Те, кто готов и узнает подробную информацию, может подойти ко мне после мастер-класса. Если вы хотите получить еще дополнительную скидку 5 тысяч рублей на цены, которые там указаны, вы можете внести сегодня предоплату тысячи рублей или в дни проведения выставки. У меня здесь будет еще два мастер-класса. Ну, и, соответственно, получить еще 5 тысяч скидку. И, соответственно, если вам нужны услуги по маркетингу, вы можете обратиться в наше маркетинговое агентство. Оно называется TomSoy. Наша задача действительно успеть успешно и быстро развитие вашего бизнеса. А мы обычно приходим, как доктора, смотрим, где проблемы и что-то вам помогаем сделать для того, чтобы это привело к росту продаж ваших компаний. Кому нужна моя бесплатная 15-минутная скайп-консультация специально для посетителей выставки Линжери в шоу-форум я ее готова дать. Последний человек, которого я консультировала, запускает линию одежды для йоги, для пандалине йоги. После этой 15-минутной бесплатной консультации она получила целый чек-лист того, что она будет делать в ближайшие 3 месяца. А в рамках выставки Текстиля Пром она меня нашла, купила мою книгу, и я еще отдала хорошего поставщика трикотажа. Девушка осталась счастлива. Мои контакты это мой прямой мобильный рабочий телефон. Вы можете по нему звонить, желательно с 9 до 10 максимум. Лучше до 8. Писать можно круглосуточно, сайт работает круглосуточно. И только не расходитесь, это еще не все. Я обещала, я не знаю, слышали ли вы в анонсах какие-то сюрпризы. кто хочет книгу по системному маркетингу? Идемте. Остальные пойдут покупать. Вот вам подарок. кто хочет участвовать в тренинге? Идите. Есть сертификаты на скидку 50%. Там еще кто-то смелый. Я вас не заставляю платить деньги, но вы можете воспользоваться этой возможностью и поучиться практически бесплатно. те, кто сомневается в этой эффективности того, чего мы делаем, может подойти на старый комфорт. Там есть представители, с которыми мы работали. В зале я вижу еще одну свою ученицу, вот, носили по второму ряду. Вера Кожарина, вы можете с ней пообщаться, задать ей вопросы. Ну, здесь есть мои педагоги, я так понимаю, студенты моих педагогов, ну, и все вы участники текстильного бизнеса России. Спасибо большое за внимание. Если у вас ко мне есть вопросы, визитки у меня есть, я могу вам их выдать. Книжки вы можете купить у Натальи. Спасибо большое Ольге Николаевне. И кто будет оставаться на выставку еще? Соответственно, у меня будет два мастер-класса, вы можете по деловой программе посмотреть. Следующий мастер-класс будет про позиционирование и то, как отстраиваться от конкурентов и какими инструментами пользоваться для анализа бизнеса. И в последние дни в выставке, по-моему, 24 февраля будет мастер-класс на тему программ лояльности. То есть тот, кто работает в сегменте особенно премиум и лакшери, это для вас. Ну, и для обычного сегмента бизнеса тоже подойдет. Спасибо большое. С вами была Ирина Бородавка, генеральный директор маркетинга и лидер Сатон Своев. До свидания.